привет друзья вчера привезли вот этого питомца маленького это сахарный посум ему два месяца теперь будем растить его и завоевывать его доверие буквально вчера еще он был агрессивный давал себя гладить ну и вот завоевываем доверие очень любит козье молоко яблочки яблочки вообще он просто семечки грызет больших количествах до этого его мамка носила на своей спине сейчас моему как родители долго думали какого животного завести после маши думал может удава тона жене сюрприз такой сделать вот она сейчас держит камеру мне кулак показывает кушать очень шустрый любознательный везде ходит ему интересно везде лазит вот вчера не давал себя гладить сегодня уже разрешает клетку очень большую мы взяли идет он ночной образ жизни иногда нас только две ночи будет видите хвост какой хвостомат ему тоже помогает себе на ветках сидеть держится за ним он 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 яблоки яблоки ест постоянно, очень много вообще ему нужно давать и другие фрукты сколько не давали, ему только яблоки подавали и очень больших количеств съедает мы даже удивлены что такой маленький столько яблок ест надо ему давать и насекомых, мощных червей таких насекомых, как хоме даем, жуков так что хоме опять придется делиться у нас есть и ферма мощных червей это тоже ему будет хороший белок ну вот пока ему давай яблоки и все, больше ничего не хочет очень любит козье молоко это он еще очень маленький вырастет он где-то еще раза в три больше хвост у него длиннее чем тело когда привезли его, он был до того агрессивный что вставал на задние лапы и издавал звук как электрошокер растопыривал лапки и становился квадратным как конвертик благодаря тому что у него перепонки между ног благодаря которым он может летать в природе они перелетают с дерева на дерево не то чтобы как птица там замахал ими и полетел но делает прыжок, раскрывает свои лапки и летит очень-очень далеко благодаря ветру на другое дерево, которое стоит очень далеко вот их называют еще белки или тяги вот сбоку потом мы вам покажем эти перепонки когда он нам больше будет доверять сейчас он так еще вроде доверяет но побаивается чуть-чуть пройдем в доверие, потом больше про него расскажем, покажем ночью сегодня я проснулся от того что что-то тарахтело в клетке подхожу к клетке, а он носится в колесе колесо специальное даже когда приобретали что колесо должно быть обязательно в клетке, чтобы он мог в него залазить и бегать это для него как беговая дорожка очень общительный, требует к себе общения, если допустим долго возле него не быть, он издает звуки как маленький щенок к нему подходишь, он нюхает сразу ну мы как, сразу он боялся пальцев наших приучили, макали пальцы в козье молоко давали нюхать, он их облизывал ну а теперь вот он для него пальцы, это он уже понял, что это тот кто его кормит необычный окрас, вот не знаю как передаст камера, но днем у него он пепельный цвет и такой голубоватый оттенок немножко напоминает, когда он бегает по нам, как обезьянку, лемура и столько он животных напоминает одновременно ну, мышку жена подсказывает, шепчет там я бы не сказал, что он мышку напоминает, потому что он общительный, ему надо общение он думает есть вещи, которые запоминает, где он раньше был, приходит туда-обратно вот спит тут у нас пока в рукавичке сегодня буду ему домик делать любит очень в вещах не нравится ему там на твердом, ему надо обязательно где-то в одежде вообще любитель залезть в карман карман и из кармана выглядывать и наблюдать, что происходит наружу это сумчатое животное может поэтому вот он где-то месяца два назад ну, может чуть раньше нам сказали, что ему два месяца а вообще вот он еще после рождения какое-то время находится в сумочке у матери и вот либо он родился два месяца назад либо только из сумочки вылез у него была сестричка но сестричку мы не взяли они уже будут хуже к рукам привыкать и мальчик лучше привыкает к рукам потом в будущем мы ему может подружку купим а пока вот видимо во первый раз он нас агрессивно встретил начал издавать звуки звуки вообще необычные издает вот и все они что-то означают если агрессия он как электроприбор вот если сравнить с чем-то то это можно с электрошокером как громко и неожиданно что пугаешься его пугаешься вот когда ему скучно он как щенок издает звуки даже иногда вроде когтянка вот тоже есть переставая вот этот кусочек который вы видите он может съесть за один раз два два таких куска вот по его размерам это кажется ну куда ему влазит и ну в принципе я понял сейчас власть потому что он ест и вот посмотрите на столе и выплевывает он то ли сок наверно сок просто с него берет поэтому очень много получается кусочков вчера предлагали хурму ему отказался надо еще давать ему творожок куриное филе от всего этого он тоже отказался только яблоко покажешь это все сразу лапками хватает и держит вот кстати другое яблоко даю почему-то не хочет яблоко 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 и и где-то четыре вечера в три ночи он начал шуметь бегать играться в камере клетки клетки в камере клетки все может схватит теперь любит он в процессе есть яблоко поможет и от молочка не отказаться запивать лапкой держит палец жалко что с той стороны интересно так лапкой держит палец и пед и мы что все любит вообще очень сильно. Вот это яблочко будешь ты кушать? Вот это яблочек. В руки взять его вчера было нереально, не давался. А сегодня он молодец, потому что руки пахнут молочком. Пописал чуть-чуть. Свежее яблоко не захотел. Вчера с удовольствием. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как я уже говорил, назвали его Лунтиком, хотя я хотел Миша, но жена... Жена, как всегда, переубедила... Любит, когда ему делают гнездышко, вот такое... В этом гнездочке он сидит... А он как раз сейчас не хочет... Бегает вот так по нам... Везде... Мир... Идем... Попробуем... Будет прыгать... Будет летать... У него перепонки... Хочу попытаться показать эти перепонки... Но... С этим шустричком... Ничего не получается... Что-то он разбегался... Что-то он разбегался... Ну... Вот они... Перепонки тут... Но... Показать пока нереально... Именно где лапки перепонки... На животе их нет... Ой-ой-ой... Забегался... Ну ладно... Пусть бежит... Лунтик... Лунтик... Красавчик... Сказочный зверек... Ладно... Пойдем... Отпустим его в клетку... Снимаешь... Спит он у нас... Вот в этой... Теплой рукавичке... Который любит... И сам запрыгивает туда... Да... И потом наложим его. Ты еще гулять хочешь? Еще хочешь гулять? Положай его, он там определится в клетке. Ну, смотрю, он не сильно-то... Мальчик. Ну ладно, если захочешь погулять, для тебя клетка открыта. Вот этот барабан мне сегодня спать не давал, потому что кое-кто там берал.